Министерство иностранных дел Германии, да и все, да и весь Евросоюз, выступает решительно на стороне пучистов, на стороне мятежников, на стороне, грубо говоря, бандеровцев, против плохого, по-моему, де-факто не существующего, тем не менее, законного правительства Украины. Теперь о законном правительстве. С моей точки зрения, сегодня на Украине государственности не существует. Критерий очень простой. Когда убивают осознанно одного милиционера в политических целях, нормальное государство ведет себя как Китай на площади Тянь-Анимуи. Кстати говоря, полицейских не убивали, китайских милиционеров, извините. Предупреждение разойтись в течение 30 минут, после чего предупредительный выстрел в воздух, после чего Евромайдан аккуратно сносится. Потому что убийство милиционера при исполнении служебных обязанностей, сознательное убийство, это тягчайшее преступление против государственности. Если государство это терпит, его физически не существует. А насколько я могу судить по поведению господина Януковича, который просто спрятался? Судя по всему, он сидел на Банковской, практически в эпицентре разворачивающейся катастрофы. Надо отдать ему должное, его мужеству. Несмотря на всю пропаганду путчистов, он страну не покинул. И инсульта у него, судя по всему, не было. Но он спрятался. Он там с кем-то в кулуарах разговаривал, с каким-то Кличкой и кем-то еще. При этом у него, судя по всему, Фингалов не появилось, вопреки анекдоту. А Кличко остался в шапке. Но при этом он даже не выступил по телевизору. Он даже не записал обращение к нации. Что, в общем-то, логично в такой ситуации. Он разместил в интернете невынятный совершенно текст на своей интернет-страничке. Как студентка, от которой кто-то ушел или к которой кто-то пришел. У меня твердое ощущение, что господин Янукович имеет огромные активы в Европе. И если он попытается бороться за власть, то у него эти активы конфискуют в тот же день. Благо, я думаю, что вряд ли они приобретены законным путем. С другой стороны, а хоть бы и законным, их все равно бы конфисковали. У него просто не было законных путей их приобретения. С другой стороны, если он не будет бороться за власть, его съедят, причем живьем. И он это тоже прекрасно понимает. Я думаю, что сейчас он парализован страхом и неопределенностью. Через какое-то время Евросоюз даст ему какие-нибудь обязательства. Он на них поведется. Предаст всех. Ну и после этого его торжественно съедят. Может быть, не под камеру, а может быть и под камеру. В назидании следующим диктаторам, так сказать. Надо сказать, что Бандаровцы сделали колоссальный подарок украинским властям. Они пошли на насилие, пошли на попытку госпереворота. И при минимальной государственной пропаганде в ночь с 18-19 февраля, если бы их снесли, то это было бы воспринято позитивно практически всеми. Но за исключением того, что называется демшизой. За исключением людей, которые считают, что если девочка 15-летняя оказывается олимпийской чемпионкой в составе сборной России, то это торжество нацизма или что-нибудь в этом духе. Но то, что украинское государство этого не сделало, означает, что его по сути дела нет. Я думаю, что через некоторое время мы увидим на Украине бандаровскую государственность, которая будет убивать сначала нынешних сотрудников Беркута, потом нынешних сотрудников милиция, потом нынешних сотрудников партии регионов, потом оно будет убивать неукраинцев, начав, разумеется, с евреев. И обещания, которые давали представители еврейской общины Израиля своим соплеменникам на Украине, о том, что это хорошие антисемиты, не надо их бояться, об этом все забудут. А потом будут убивать просто неукраинцев. И украинцев, которые недостаточно восторженно относятся к происходящему. Тем, кто думает, что это передержка, я напомню, что в советское время, скажем, в Крыму, был такой народный обычай на Украине на день освобождения Харькова, это в конце июля, ехать в Крым и торжественно бить там всех, кто не говорит по-украински, в курортных местах, включая девушек и включая женщин. Был такой милый обычай. По крайней мере, в конце 80-х и еще в 90-м году он еще сохранялся. У нас большие проблемы с Украиной. Не дай нам Бог, конечно, втянуться туда в явной форме. К сожалению, в России тоже, насколько я могу судить, отсутствует государственность, потому что иначе все было бы по-другому. Украинского государства достаточно сильный для того, чтобы навести порядок на Украине. Просто нужно, так сказать, простимулировать украинских руководителей, дать им почву под ногами. Но я боюсь, что стимулировать и некого, и некому. Дай Бог, чтобы я ошибся. Продолжение следует...